Слушайте, я еще никогда одна и пятеро мужчин наедине не оставалась. Так мало выживания. Редко встречающаяся уверенность и наглость. Боня постоянно вбрасывает провокации и доминирует. Нет бы хоть один ответил. На что вы намекаете? Я женатый человек. Вообще, я считываю людей, и я знаю, у кого что происходит. Я читаю людей. Я знаю ваше будущее, что самое интересное. Серьезно? Тогда не рассказывайте сюрприз. И у меня иногда открывается третий глаз. Говорит, что думает. Раскованная и раскрепощена. В движениях тела присутствует легкость и уверенность. Предполагаю, что Вика проговаривает заготовленный и отрепетированный за кулисами текст. Чувствуется игривая агрессия с провокацией. И ребятам придется парировать эти вбросы от Бонни. Потому что в данный момент она доминирует. У Жени очень красивая девушка. Ее зовут Виктория. Да, читаю. У Жени реально нравится. А где аплодисменты, блин? Я сказала... Жени поаплодисменты! Это не массовка! Это не массовка! Какой-то дом 2 начался прям. Агрессивная уверенность и вседозволенность. Отношение к залу как массовки в открытую. То есть такое поведение в повседневной жизни Виктории не впервые. И подобные выходки терпятся и прощаются. Вы всегда молчите, молодой человек. Сообщил кто? Голоса? Это мой пункт. В сумбурной болтовне всегда будут вычислять самого скромного и молчаливого. А когда его очень быстро вычислят, его будут ментально добивать. С точки зрения психологии и коллектива, молчаливый и скромный человек – это жертва. А болтуны – хищники. Жертва сама провоцирует своей слабостью на себя напасть. У меня почему-то практически нет сомнений в том, что это заготовка. Она репетировала и готовилась к этому выпуску. Это агрессивный поединок под злобными масками и натянутыми улыбками. Она очень хорошо манипулирует мужчинами и разбирается в психологии. Ее движения свободны и не скованы. Она привыкла общаться с людьми с позиции сверху. Очень хорошо жестикулирует. Высокая скорость реакции. Я вижу, что ее пиар-менеджеры постарались. Срочно! Это видеосвязь из фильма «Дети шпионов». А какой фирмы у вас пудра? Девушка или женщина, которая демонстративно прихорашивается подобным образом при малознакомых мужчинах, сообщает им о том, что она не рассматривает их как потенциальных партнеров в известном смысле. Пудра. Короче, вообще у меня кукуха поехала уже давно. Блядь, я даже на вопрос. Слава богу, слава богу. Я честный. Один из лучших приемов, против которых трудно играть, демонстрирует Вика. Когда человек не боится о себе плохо сказать, это показывает сильную психологическую устойчивость и высокую самооценку. На 5 минут, мы только вам покажем. Вы по возрасту очки. О, господи. Присвестай, Богородица. Чего? 25, скажите. Я увидел, наконец-то. Я знаю, дом 2, выпускник. И я знаю, правда ли это интересно мне знать. Принц Монако некий какой-то был у вас. Да. Что бы это значило? И дочка у меня от принца Монако. И дочка принц Монако. У тебя принцесса Монако, у тебя дочка принцесса Монако. Энджелина. Это же в какие светские круги она вхожа, что ее замечают принцы Монако. Трудно представить ее самомнение. А давайте просто перейдем к истории. Нет, извините. Нет, извините. Я хочу показать, насколько они похожи. Божество недовольно. Да, да. И вы сейчас пройдет свой телефон по вашим рукам, и вы скажете, правда же он похож на вас? Да, да. Боня строгий учитель, а в классе 5 школьников за партой. Она диктует свои правила. Она указывает всем смотреть на ее принца, и все смотрят. Она захватила доминирующую позицию. А ребята подстраиваются и следуют ее командам. Иду на ланч. Там называют это ланч. Прямо как у нас. Алло, пойдешь по ланчу? Блин, ну тут меня теперь не узнают после пластинской операции. А ты слева получается? Просто другая женщина стоит. Ты слева в трасснике. А я не дам. Я не дам. А я не прошу ничего. Добро пожаловать в мою классическую ситуацию. Вика ведет себя как избалованный ребенок и буквально сходит с ума. Против этого мало приемов. Но кроме как банального обесценивания, на которое Вике плевать. Друзья, если вы знаете, что делать в подобной ситуации, то пишите ваши идеи в комментариях. Я бы охарактеризовал ее психотип как Очень хитрая, агрессивная, слегка высокомерная, сорокалетняя лиса. Вот мое фото с негром. Это причем. Вечер, причем. Жена, жена. За это можно по счетам получить. В России. И срок. В России. И в России тоже. Боня сама провоцирует на жесткие шутки. А потом выставляет границы. Точно не могу сказать, потому что не умею читать мысли. Но допускаю, что из-за того, что Боня в начале выпуска назвала Эмира молчуном. А вы всегда молчите, молодой человек. Сообщил кто? Голоса? Тем самым, создав ему неловкую ситуацию. Эмир это запомнил, озлобился и жадно искал повод для отомщения. И в принципе, ему это удалось. Если это правда и он действительно настолько инфантилен, то он никогда в этом публично не признается, потому что он гордый. А если же я ошибаюсь, что вполне вероятно так же может быть, то извините, я могу лишь рассуждать, предполагать и догадываться. Я негров неграми называть, это нельзя. Правильно я понимаю? Подождите, о черножопах можно черножопы называть? Короче, я ухожу нахер с этого шоу. Да нет. Я баба. Она вернёт. Я бы ещё даже... Она вернёт. Вы ещё меня даже не останавливаете? Что? В общем, после этой переигранной постановы она вернулась на своё место. Друзья, если разбор вам понравился, то мы можем продолжить с Орловым или Логиновым. Также будет интересно узнать ваше мнение, что вы думаете о поведении Вики. А ещё я хотел бы пригласить вас на свой телеграм-канал. Там мы разбираемся и копаемся в чужих мыслях. И анализируем поведение людей в тех или иных ситуациях. Будет интересно.